Приветствую вас на передаче «Истина Евангелия». Сегодня вторник, и я продолжаю учить по теме «Бог хочет, чтобы ты был здоров». На прошлой неделе я учил о жале во плоти. Я не буду повторять вчерашнее, скажу лишь, что это было жало не от Бога, а от дьявола. Оно было послано не для того, чтобы смирять Павла, но для того, чтобы мешать ему и истощать его силы, чтобы Павел не мог эффективно служить. Это была не болезнь, а преследование, гонение. Это был ангел, то есть посланник сатаны. Демоническая сила, которая возбуждала против него людей везде, куда Павел шел. Павел пытался освободиться от этого воздействия, от этого гонения, но Господь показал ему, что он не избавлен от гонений, и что ему придется с этим жить. Позже, во втором послании Тимофея 3.12, Павел говорит, «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Эти строки он писал в конце своего служения и заключения. Он на своем опыте научился этому, что мы не можем быть свободны от гонений. Мы можем освободиться от болезней, но не от гонений. Поэтому речь здесь идет не о болезни, не о физической немощи. Теперь, в свете всего сказанного выше, давайте посмотрим послание Галатам 4 главу. Те, кто учат, что жалоба плоти Павла какая-то болезнь, как правило, обращаются к Галатам 4 главе, чтобы доказать, что речь идет о каком-то арамейском заболевании, когда глаза краснеют, начинают слезиться. Знаете, все эти теории и объяснения я читал, и меня всегда удивляет, как люди придумывают такие запутанные объяснения. Давайте посмотрим этот отрывок, который так часто толкует в сторону болезней Павла, будто это жалоба плоти, проблема с глазами. Галатам 4.13 Знаете, что хотя я в немощи, плоти благоествовал вам в первый раз. На прошлой неделе я потратил много времени, показывая вам, что слово немощь обозначает нехватку, недостаток. Мы читали отрывок из Римлянам 8 главы 26 стиха 2 Коринфянам 11.30, где используется слово немощь, и оно не означает болезнь. В 2 Коринфянам 12.9.10, там Павел перечисляет свои немощи. Это трудные обстоятельства и гонения. Очевидно, что в послании Галатам 4.13 действительно говорится о какой-то физической проблеме, когда Павел говорит, знаете, что хотя я в немощи плоти благоествовал вам в первый раз. Опять же, немощь обозначает нехватку, недостаток, физическую проблему. Но это слово относится не только к физической болезни. В этом отрывке, по моему мнению, действительно говорится о какой-то физической немощи, где говорится в самом послании, «Но вы не презрели искушение моего во плоти моей, и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что если бы, возможно, было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Здесь имеется в виду, что когда Павел впервые пришел к Галатам, у него была какая-то физическая немощь, и они приняли его, не оттолкнули, не отвергли за это, потому что в 15 стихе Павел говорит, «Свидетельствуя о вас, что если бы, возможно, было, вы исторгли бы очи и отдали мне». И из этого некоторые делают вывод, что у Павла была какая-то проблема с глазами, потом они там проводят исследования, выясняют, что в те времена у людей была распространенная болезнь, это покраснение и слезоточивость глаз, и у людей зрение ухудшалось, и из этого люди заключают, что у Павла была вот такая старинная арамейская болезнь какая-то, якобы он плохо видел, у него был воспаленный глаз. Позвольте мне предложить вам другое объяснение. Помните, Павел писал послания к Галатам, которые жили в области Галатия. Главными городами Галатии были Листра, Дервия, Ликаония. Павел бывал в Галатии несколько раз и благовествовал, и когда он был в Дервии, его побили камнями и оставили его, думая, что он мертв. Деяние 14.19. Писание не говорит, что он действительно был мертв, но он был настолько близок к смерти, так что побившие его посчитали его мертвым и оставили его. И дальше в 20 стихе говорится, что его ученики были с ним. Он встал и на следующий день пошел в следующий город, пройдя почти 20 миль. Если он и не был мертв, то был очень близок к смерти. Лично я думаю, что он все-таки был мертв, но, возможно, он был воскрешен из мертвых по молитвам верующих. И разве тогда удивительно, что вас только что побили камнями, вы были как мертвый, затем вы воскресли и после этого прошли 20 миль до другого города. Разве удивительно, что у вас могли быть какие-то проблемы и немощи в теле после этого? Аминь. У вас могут быть открытые раны, порезы, ссадины, синяки, шишки. У вас могут быть самые разные проблемы после этого. Писание показывает, что когда он пошел в Галатию, он был побит камнями, и его посчитали мертвым и оставили. Даже одна это идея. Посмотрите на Деяние 14.19. Нельзя проигнорировать эти факты. И тогда не нужно придумывать, что у Павла была какая-то болезнь глаз, типичная для того времени. Если вы таким образом толкуете Писание, то вы можете заставить Писание говорить все, что угодно. Но если вы просто посмотрите в Божье Слово, эти Галаты, верующие, которые видели, как Павла побили камнями и бросили умирать, и это было очевидно, что, какой бы ни была его физическая немощь, она была связана с тем, что Павла побили камнями. Галатам 4.15. Как вы блажены, свидетельствую о вас, что если бы было возможно, вы исторгли бы отчество и отдали мне. Возможно, у Павла были проблемы с глазами. Если это и так, то это было временно. В 13 стихе Павел говорит, «В немощи плоти я благословал вам первый раз». Это было в начале. Эта физическая немощь была в начале. Она прошла. Это совершенно очевидно. Не от этого он просил избавить его Господа. Это было временное явление. И если он был побит камнями до полусмерти, и у него были проблемы с глазами какое-то время, то это вполне логично и объяснимо. Лично я думаю, что эта фраза с глазами все-таки метафора. Это как если бы я сказал, «Я готов отдать за вас свою правую руку». Это же не значит, что моя правая рука больна или плохая. Так я показываю свой уровень посвящения вам. Я готов отдать последнюю рубаху. Это же не значит, что у вас нет рубахи. Нет, это значит, что я так ценю вас, готов отдать правую руку, отдать вам последнюю рубаху. Это выражение. Но они не значат, что у вас нет рубахи или у вас нет правой руки. Нет. Это выражение, обозначающее, что я готов отдать вам то, что имею, чтобы помочь. Павел говорит, «Вы бы и глаза свои исторгли, чтобы помочь мне. Так сильно вы меня любите, что готовы поделиться со мной всем, что у вас есть». В чем цель послания Галатам? Павел пишет людям, которых привел однажды ко спасению. Но через короткое время иудеи убедили их оставить благодать Божию и вернуться к закону, что нужно соблюдать иудейские каноны, соблюдать законы. И так Христос делался у них бессильным, потому что теперь они стали полагаться и уповать на свои дела. И Павел пишет им это письмо, которым говорит, «Я ваш духовный отец. Я обратил вас к вере в Господа. Как же вы могли отвергнуться от Господа? Однажды вы даже были готовы отдать мне свои глаза». Павел говорит, что было время, когда они были готовы отдать ему последнее, что у них было даже глаза. И это просто такая метафора. Все так просто. Слава Богу. Но есть такие, кто готов сделать квантовый скачок от того, что показывает Писание о побитии Павла камнями, отойти от очевидного объяснения, которое дает само Писание, и притянуть за уши какое-то неуклюжее объяснение, приписав Павлу какую-то болезнь, глаз. Такие действия, я считаю, совершенно безответственными. Тот, кто так трактует Писание, может найти в нем тогда подтверждение любым своим идеям. Это совершенно неправильно. Ничто из того, что мы читали, не говорит, что у Павла была какая-то болезнь, глаз или заболевание, от которого Бог не исцелил его. Посмотрите еще один стих из Послания Галатам. Его тоже часто используют, чтобы доказать ту же самую точку зрения. Галатам 6, 11. «Видите, как много писал я вам своей рукой». Что это значит? Некоторые учат, что у Павла было заболевание глаз, глаза были распухшие, слезились, и поэтому у него было плохое зрение, как сказал один человек, мол, когда Павел писал, его буквы были вот такенными. Поэтому он писал оршинными буквами, потому что у него было заболевание глаз, и это было его жало воплоти. И еще он писал большими буквами, чтобы подчеркнуть важность своих мыслей. И знаете, в Библии, что у меня в руках, послание Галатам занимает раз, два, три, четыре, пять пять страниц. Все мелким шрифтом. Если бы я писал письмо, если бы я сказал, как много я писал, то речь идет о количестве букв, а не о их размере. Посмотрите значение греческих слов в Галатам 6, 11. Речь идет о количестве букв, а не о размере. Павел не писал буквами по 15-16 сантиметров высотой. Здесь послание занимает 5-6 страниц. Представьте, написать его буквами по несколько сантиметров высотой. Это какого же размера? Должна быть книга, чтобы все вместить. Тогда на одной странице поместилась бы только пара букв. Знаете, я пытаюсь оставаться вежливым и сдерживаю себя, но насколько возможно быть таким тупым и все еще дышать? Люди относятся к этому вопросу предвзято, но не просто хотят верить, что Павел был болен. Поэтому они готовы отцеживать комара и проглотить верблюда, лишь бы доказать свою идею. Когда Павел говорит «Смотрите, как много писал я вам своей рукой», он говорит «Сколько много слов, какое длинное послание». Это потому, что Павел заботится об их судьбе, а не потому, что у него глаза совсем плохи и приходится писать большими буквами. Когда он говорит «В немощи плоти я благословала вам в первый раз», значит, немощь не длилась долго. Значит, эта болезнь не длилась всю жизнь. Когда Павел говорит «Вы могли бы и очи свои исторгнуть». Думаю, это просто была метафора. Вряд ли Павел хотел, чтобы кто-нибудь выдрал свои глаза и отдал их ему. Это означает, что галаты были готовы сделать для Павла все. Из других стихов 2 Коринфянам 11 глава вы можете прочитать, что «Жалоба плоти послание к сатане». Павел использовал термины Библии, чтобы описать гонения со стороны людей. Сопоставьте все вместе, и вы увидите, что Бог не говорил, Павлу, что не исцелит его. Не думайте, что Бог вас не захочет исцелить. Так думать неправильно. Думаю, такие извинения придумывают те, у кого в жизни нет проявления Божьей силы. Они не видят проявления чудес Божьих, и так они объясняют свою неэффективность и неспособность исцелять людей из себя. И поэтому они выискивают в Писании причины, могущие оправдать их. Тогда им не нужно верить, и если они молились за кого-то и он умер, им не нужно будет делать неудобных признаний. Это я молился и не верил, или не верили вы, или верили недостаточно сильно. Сегодня люди ненавидят нести ответственность за что-либо. Ненавидят. И если вы скажете им, что они неправы, они будут вас ругать, критиковать. Сегодня это неполиткорректно говорить человеку, что он толстый, что он разжирел. Нужно говорить, у него проблемы с избыточным весом. Нельзя говорить, что он сам в этом виноват. Нет, виноваты гены, наследственность. Люди ни за что не хотят брать ответственности на себя. Если они не могут найти более твердого оправдания, то всегда можно сказать, что у них было трудное детство, в семье были трудности и прочее, и прочее. Люди отказываются возлагать на себя ответственность за самих себя. И думаю, что в вопросе исцелений люди боятся признать, что Бог желает нам исцеления, потому что есть люди, которые верят в исцеление Божье, но при этом они не выздоравливают, они болеют всю жизнь, а иногда даже умирают. И тогда нужно признаться себе, что я сам что-то где-то упустил, или ты упустил, или мы оба что-то упустили, я не знаю, в чем дело. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность, проще сказать, наверное, это воля Господа. Недавно я слушал одного пастора, я хорошо к нему отношусь, люблю его, и мы обсуждали этот вопрос, эту ситуацию, и он однажды учил и сказал прихожанам, не вздумайте приходить ко мне и говорить, что если кто-то не исцелился, то это потому, что у него не было веры. Так делать нельзя, я никогда не скажу человеку, что у него мало веры. И чтобы я от вас подобного не слышал, он был очень зол, а затем в ходе проповеди он прочитал пять или шесть стихов, где Иисус говорит, вы род неверный, то есть без веры, и развращенный, вот почему вы не можете исцелиться. Когда ученики спросили, почему не смогли знать беса, Иисус ответил им, по неверию вашему, то есть Иисус сделал то, что этот пастор отказался делать. Получается, в данном вопросе этот пастор поступал не как Иисус. И если вы тоже так думаете, что я никогда не скажу человеку, что он не получил исцеление или чудо по своей собственной вине, потому что у него мало веры, или что это их вина так или иначе. Смотрите, Иисус так поступал постоянно. Больше того, потом мы будем подробно изучать Матфе 17 главу, когда Иисус увидел, что ученики не могли изгнать беса из мальчика. И он сказал своим ученикам, «О, род неверный и развращенный, доколе мне быть с вами, сколько еще вас терпеть?» Иисус не поступал политкорректно. Иисус не вел себя таким образом. «Пожалуйста, только не обижайтесь, только не принимайте мои слова близко к сердцу». Он назвал их неверными, то есть безверы и развращенными. Аминь. И он сказал это с любовью. «Может, мои слова вам будут против шерсти, если так погладить кошку, ее шерсть станет дыбом». И как решить эту проблему? Ну что, поверните кошку наоборот и продолжайте гладить. Аминь. То, что взверошило, их теперь хорошо причешет. если мои слова вам против шерсти, знаете, как решить эту проблему? Покайтесь, развернитесь, и тогда примите истину, и вам станет хорошо. Знаете, я не хочу вас судить, ругать, но если вы еще не поняли, Писание ясно показывает, что Бог хочет, чтобы мы были здоровы, исцеление, часть искупления Иисуса. Если кто-то не имеет исцеления, то это не вина Бога. Ему не безразлично, что вы страдаете. Нет, Бог желает, чтобы вы были исцелены. Если вы не исцелены, то не Бог удерживает от вас исцеление, но мы не знаем, как его принять. Иногда дело в простом невежестве. Мы не знаем истины. Вера отслышания, слышание от Слова Божьего. Вот поэтому я и учу на эту тему. И если вы все еще болеете, то либо дьявол мешает вам, либо вы не знаете истину, а может вы помогаете дьяволу тем, что грешите, может вы ругаетесь с кем-то, Иакова 3.16, где зависть и сварливость там неустройство и все худое. Так вы останавливаете течение Божьей силы. Причина может быть и в вашем невежестве в дьяволе, или вы пускаете болезнь через грех, или это может быть комбинация этих причин. Но когда я начинаю учить, что виноват не Бог, что Бог хочет, чтобы вы были здоровы, и это означает, что люди сами отвечают за свое исцеление. Люди начинают понимать, что они тоже могли что-то сделать для исцеления. Может вы страдали от болезни 20 лет, и вы понимаете, что могли быть свободны от этого, и чувствуете вину и осуждение. Но я не говорю, что вы должны осудить себя. Бог не зол на вас, но я говорю вам, что вы могли быть здоровы, вы можете встать со своей инвалидной коляски, начать ходить, видеть, слышать, и быть свободным. Бог дал вам все необходимое для этого. Не Бог мешает нам ходить в исцеление, но наше невежество или наше бунтарство, или потому, что мы не уделяем должного внимания этому вопросу, когда поглощены житейской суетой. Мы живем в нечестивом мире, где все настроены негативно, и это может накрыть нас с головой. Иногда нам нужна помощь у других людей. Причин может быть множество, но я говорю вам, что проблема не в Боге. Проблема не в Боге. Я уже читал вам из 2 Тимофея 4.20, где Павел говорит, «Трофима же я оставил больного в Милите». Кто-то скажет, «Вот, друг Павла был болен, значит, Бог не всегда желает исцелять». И почему же это? Только от того, что кто-то с вами путешествует, он заболевает, и это что? Означает, что это потому, что вы не благовествуете, или еще что-то означает? Это как-то связано с вами? Со мной путешествуют люди, кто-то из них заболевают, а я не заболеваю, потому что я верю Богу, упражняя свою веру и хожу в божественном здоровье. А мои друзья заболели, и это что, знак того, что Бог не всех желает исцелить? Трофима я оставил больного в милите. Это не означает, что этот человек остался болеть навсегда и не выздоровел. Может, Павел не мог или не захотел ждать, когда тот человек выздоровеет. Да кто знает, может, Трофим присоединился к нему позже. Этот отрывок сам по себе очень неясный. Однако люди берут самые маленькие, самые незначительные строки, используют их, чтобы противопоставить учению исцеления. Знаете, думаю, что я уже больше дюжины заблуждений против исцеления обличил в этом учении. И если бы вы были искренними, если слушали, что я тут говорил, то я уверен, что контекст стихов и то, что говорил я, намного убедительнее, чем любые сомнительные толкования, которые я обличал. Но просто люди настолько желают хвататься за хлипкие соломины сомнительных толкований, чтобы объяснить свою болезнь, оправдать свое бездействие и нежелание что-то сделать по этому поводу. Говорю вам, что Бог хочет, чтобы вы были здоровы. И я буду продолжать говорить это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok